Здравствуйте, друзья! Мы находимся на выставке в Дюссельдорфе. Как вы знаете, на яхтах предусмотрено современное сигнальное оборудование, которое включает аварийные сигнальные бои, которые передают сигналы разным образом в автоматические системы для бедствия и спасения. На сегодняшний день существует еще дополнение индивидуальное сигнальное средство. Мы сейчас рассмотрим, какие они есть. Давайте пройдем на павильон. В данном случае на жилете, вы видите, размещено несколько спасательных сигнальных средств. Одно из них это передатчик АИС. В случае необходимости он активируется и передает сигналы оповещения через спутник. И человека за бортом видят все другие суда, у которых установлена система АИС. Также его видит собственная яхта, у которой тоже установлена система АИС. Это позволяет очень быстро, оперативно осуществлять поиски даже в бурном море, когда человека фактически, может быть, уже не видно. Второй небольшой передатчик. Давайте посмотрим его на стенде. Индивидуальный передатчик представляет себе такую коробочку портативную, которая активируется человеком, выпавшим за борт. В данном случае этот передатчик имеет мощную батарею, и возможность передачи сигнала непосредственно на спутник. Он подключен к системе Коспас-РСАД. И, как вы видите по этой схеме, сигнал получается спутником, непосредственно передается на координационный спасательный центр. После чего это является уже поводом для оценки ситуации и начала спасательной операции. Здесь у нас классический EPRB-передатчик. Emergency Position Indicating Radio Bui, который ведет трансляцию также в системе Коспас-РСАД, передает информацию непосредственно на спутник и оттуда в координационный спасательный центр. Ну, а здесь на этом стенде уже, наверное, знакомы вам аварийные сигнальные буи для судов. EPRB классический буи, работающий в системе InMarsat, автоматический радиолокационный отвертчик, который активируется при попадании на него радиолокационного луча, проходящего рядом судна или самолета, и после этого активно начинает передавать ответные сигналы, помогая обнаружить, допустим, спасательный плод, либо судно, терпящее бедствие. И наименее продвинутый, но все еще функционирующий, используемый ВИЧФ-передача, который передает сигнал бедствия на ВИЧФ-канале. По сути, это автономная радиостанция, которая начинает передавать сигналы в случае бедствия, оповещая все суда на официально принятом канале оповещения при бедствии, канале Дистресс. На этом все.